Ан-абий Зарат Абу-Зар, Абу-Зар, год смерти 32-й, рады Аллаху Таран, Ан-ин-абий Саусырм, от Пророка Саусырм, который сказал, «Каль, уридат алейя амалю уммати хасануа ва сейюа, представлены мне были деяния моей уммы, хорошие и плохие, фа ваджетту фима хасини амалия аль-аза юмату ани-т-тариқы». Я нашел среди благих деяний моей уммы удаление препятствия с дороги. Ваджетту фима сави амалия ануха атакуну фирмасши для отуду фан. А среди плохих деяний я нашел вот эту вот мокроту, слизь, которая бывает в мечети, которую не погребли, которую не закопали. Очень важно закопать. Если так произошло, что человек плюнул в мечети, что-то случилось, мало ли что, так произошло, то нужно обязательно закопать и скупить это, и передается, что Абу-Абейдабнударах, Абу-Абейдабнударах, рады Аллаху Таран, что вот так, он случилось так, что он плюнул вот так в мечети, и потом, и забыл закопать, забыл закопать, и потом ночью он пришел с факелом специально в мечети, закопал, чтобы потом вернулся. Он сказал какие слова, сказал, «Альхамду лиллях, хвала Аллаху, который в эту ночь не записал мне грех». Хвала Аллаху, который не записал мне в эту ночь грех. Вот такая вот богобоязненность у сахаба, рады Аллаху Таран. Ан-Науи указывает здесь, сказано, «Фи ма сауи а амали, а внимательно, обратите внимание на текст хадиса, среди плохих деяний моей уммы, вот этот вот плевок, это мокрота в мечети, которую не закопали». То есть, значит, грех ложится не только на человека, который это сделал, который плюнул, а вообще на каждого человека, который увидел это и не закопал. Предположим, тот плюнул и ушел, не закопал, хорошо, теперь ты увидел этот плевок. Если ты его не закопаешь, на тебе будет грех. То есть, ты будешь соучаствовать в этом грехе. Понятно или нет? Это фарт кефая. Кто-то должен обязательно закопать это. И Ан-Науи тоже указывает на это, что это касается не только того, кто это сделал, а входит туда всякий, кто это увидел и не убрал, и не стер.